Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture и этот дайджест финансовых новостей подводим итоги пятницы. Ну что ж, друзья, на рынках сегодня настроение снова не очень позитивное. Есть ряд новостей, которые хочу вам рассказать. Во-первых, удар сегодня пришелся на банковский сектор США, на акции, которые в последнее время радовали инвесторов ростом. После новостей о том, что Федеральная резервная система не станет продлевать льготные требования к размеру резервного капитала, которые были введены во время пандемии. Напомню, что 1 апреля 2020 года ФРС позволила банкам исключить казначейские обязательства и депозиты в банках ФРС за счет коэффициента кредитного плеча. Действие этого послабления истекает 31 марта. И предполагается, что прекращение действия этого исключения понизит готовность банков держать казначейские облигации в течение года, когда заимствования федерального правительства будут стремительно расти. Если это предположение подтвердится, то это будет не очень хорошей новостью для рынка облигаций, потому что доходность уже и так растет на фоне опасений по поводу повышения инфляции. Ну и собственно, вот как раз сегодня доходность десятилеток находилась на отметке 1,74. Правда, ФРС все-таки пытается рынки успокоить и говорить, что примет меры, чтобы смягчить любое механическое воздействие на доходность. Цитата. И даже Сити Групп, правда, чуть-чуть поменьше. Ну, с другой стороны, все-таки, если рассматривать экономику более широко, мы понимаем, что банковский сектор все равно будет интерес инвесторов привлекать. Именно из-за того, что мы потихонечку вступаем, а может быть, даже и уже вступили в новую фазу экономического цикла. Что еще из интересных корпоративных новостей? Акции Nike сегодня довольно резко падали. Компания сказала, что имеет проблемы с цепочкой поставок, перегружены порты и нет доступных транспортных контейнеров. И это уже негативно сказалось на ее продажах в течение квартала. И проблемы пока продолжаются. У нас в телеграм-канале Ивсток сегодня был довольно подробный пост про компанию Nike. Переходите по ссылочке в описании к этому видео и читайте, если интересуют перспективы акций компании. И если хотите понять, стоит ли держать их в портфеле. По Тесле сегодня тоже появлялись не очень хорошие новости. Китай запретит своим государственным чиновникам и военным использовать электромобили. Теслы из-за опасений, что собираемые данные могут привести к утечке информации, связанной с госбезопасностью. До этого еще там немножко попикировались колкостями дипломаты американские и китайские. И вот это все в итоге прилетело компании Илона Маска в качестве вот такой вот не очень позитивной новости. Теперь давайте немножко поговорим о российском рынке и поговорим, как это ни странно, с позитивной точки зрения. Потому что аналитики ВТБ Капитала сообщают нам, что Россия входит в топ-3 стран по дивидендной доходности среди развивающихся рынков. Дивдоходность для бумаг из индекса MSCI Russia составляет 7,95 в течение следующих 12 месяцев. Ну, собственно, составит. И среди других развивающихся экономик выше дивидендная доходность по фондовому рынку, по рынку акций только лишь в Пакистане. Там она составляет 8,8%. Кроме того, 6% превышает дивдоходность на рынках Греции 6,9% и Чехии 6,2%. В среднем по развивающимся странам этот показатель составляет 2,4%. В России почти 8%. Это связано с тем, что, с одной стороны, российские компании довольно низко оцениваются рынком. Они торгуются с дисконтом, в том числе и за геополитических рисков. А с другой стороны, компании направляют довольно большую долю от прибыли на выплату дивидендов. Это создает такой вот довольно позитивный эффект для инвесторов. При этом наибольшие дивиденды в России выплачивают экспортеры. ВТБ Капитал определяет их как компании с высокой долей долларовой прибыли. И сейчас аналитики ждут наибольшей доходности от бумаг Евраза, НЛМК, Алросы, Сургутнефтегаза, Префы, ММК, Северстали, Русагра и Норильского никеля. Для российского рынка ключевая новость сегодняшнего дня – это, конечно, довольно внезапное повышение ставки Банка России. Это произошло впервые с 2018 года. Ставка была повышена на 25 базисных пунктов до уровня 4,5%. Внезапное, потому что ЦБ, собственно говоря, предупреждал о том, что планирует приводить ставку к нейтральной. Но все-таки большинство аналитиков предполагали, что спешить так сильно ЦБ РФ не будет. Но это произошло, а консенсус прогноз предполагал первое повышение ставки именно в апреле. Сегодня регулятор объяснил свое решение повысить ставку тем, что темп роста потребительских цен в первом квартале превысил прогнозы. Внутренний спрос устойчиво восстанавливается и происходит быстрее прогнозов. При этом инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются на повышенном уровне. Инфляция по-прежнему сильно превышает таргет регуляторов 4%. На 15 марта в годовом выражении она составляет 5,8%. Так что инфляция потихонечку разгоняется и ЦБ, кажется, побоялся упустить ситуацию из-под контроля. При этом нужно понимать, что не только Банк России вошел в цикл повышения ставок накануне. Буквально, мы с вами это уже обсуждали, но напомню, Банк Бразилии, Банк Турции тоже довольно резко ставки повысили. То есть, по сути, на развивающиеся рынки привезли инфляцию из США и Евросоюза. И центральные банки развивающихся рынков на это сейчас реагируют именно повышением ставок. Для простых обывателей повышение ставок означает, что кредиты будут становиться дороже. Поэтому, если вам прям жизненно необходимо обратиться к заемным деньгам банковским, то лучше сделать это прямо сейчас, а не откладывать, потому что ЦБ планирует ставку потихонечку довести до 5, а то и даже до 6%. До кризиса, кстати, ставка находилась на уровне 6,25. Сейчас она находится около своих исторических минимумов. Ну а с точки зрения депозитов, наоборот, как вы понимаете, доходность по вкладам будет расти. И это может, в общем-то, переманить именно на банковские депозиты часть инвесторов, которые пришли на фондовый рынок в погоне за хоть какой-нибудь доходностью на уровне низких ставок ЦБ. Эта ситуация может потихонечку начать изменяться. Еще немножко новостей корпоративных. X5 Retail Group, один из крупнейших продовольственных ритейлеров, отчитался за 2020 год. Рост рассказал, что довольно резко увеличил выручку, нарастил рыночную долю и видит хорошие перспективы роста на 2021 год. Рост выручки превысил прогноз, составил 14,1%. При этом выручка группы в четвертом квартале увеличилась на 12,7%. Рост выручки стал возможен, в частности, благодаря ускорению цифровой трансформации компании. Рост выручка онлайн-бизнеса в 2020 году выросла на 362% в годовом выражении, но, правда, по-прежнему это составляет всего лишь 1% консолидированной выручки компании за год. Хотя у нас, как вы помните, было интервью с представителем компании X5 Retail Group, и там мы услышали, что, конечно, на онлайн-бизнес делается большая ставка, и предполагается, что его доля будет постепенно расти. По итогам 2020 года чистая прибыль выросла на 45%, EBITDA более чем на 15%, рентабельность по EBITDA оказалась почти на уровне предыдущего года, чуть-чуть превысив 12%, кап-затраты компании выросли почти на 11%, и в структуре кап-затрат выросла доля, приходящаяся на переоборудование до 17%. При этом НАП-совет X5 рекомендовал произвести вторую итоговую выплату дивидендов за 2020 год в размере 30 млрд. рублей, это будет 110,49 руб. на одну депозитарную расписку. При этом в 2020 году рыночная доля компании выросла до уровня 12,8%, больше, чем ожидалось, потому что прогнозировался очень скромный рост максимум в 1%, а он составил 1,3%. Соответственно, вот такие новости, и в целом мы видим довольно позитивные ожидания на 2021 год тоже. Сбербанк тем временем продолжает радовать своих акционеров довольно щедрыми дивидендами, и НАП-совет Сбербанка дал рекомендацию по дивидендам по итогам 2020 года, и в процентном соотношении выплаты составят 56%. Финальное решение будет обсуждаться на годовом собрании акционеров, которое пройдет 23 апреля. Но, собственно, и ранее, уже в марте, Герман Греф говорил о планах заплатить приличные дивиденды и сохранить их на уровне 2020 года. Цитата, «В целом 2020 год завершился для Сбера на позитивной ноте. На основании наших хороших результатов и значительного буфера нашей достаточности базового капитала мы довольно уверенно предлагаем нашему наблюдательному совету выплатить тот же объем дивидендов на акцию, что и в прошлом году». Я напомню, что в 2020 году Сбер принял новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату акционерам половины чистой прибыли по МСФО при условии достижения не менее 12,5% достаточности капитала. Сейчас, на конец 2020 года, этот коэффициент находился близко к 14%, поэтому Сбер может довольно комфортно принимать решение по выплате дивидендов. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Спасибо, я надеюсь, что было интересно. Если это так, не забывайте про лайк, подписку, колокольчик. С вами была команда проекта InvestFuture и я, Кира Юхтенко. Хороших выходных и до новых встреч на нашем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok